Строители без покупателей. Почему рушится рынок жилья? Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 февраля, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Российский рынок жилья стремительно падает. В январе количество сделок, что с новостройками, что на вторичке, было рекордно низким. Причем, с чем его не сравнивают, хоть с январем 2022 года, хоть с декабрем прошлого. По информации федеральной компании «Этажи», первичный рынок просел на третий, а вторичный потерял более 40%. Не помогло даже продление льготной ипотеки с повышением ее ставки до 8%. Россияне за кредитами не пошли. В январе банки выдали в четыре раза меньше льготных ипотечных кредитов, чем в декабре. Путин в своем послании особо отметил прошлогодние успехи строителей. В прошлом году, дескать, в России было впервые построено больше ста миллионов квадратных метров жилья. Вот только в основном это были успехи первого полугодия. А если учесть, что дом за пару дней или даже недель не построишь, становится очевидным, что 11% рост прошлого года объясняется вводом тех объектов, которые были спроектированы и заложены еще до войны. Сейчас проектируют и закладывают гораздо меньше. Коммерсант проанализировал данные портала «НашДом.РФ». В январе девелоперы по всей стране получили всего 192 разрешения на строительство 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Это оказалось в среднем, вдвое меньше, чем в январе 22-го или 21-го годов. Объяснить происходящее могут три версии. Первая. Путину удалось то, что не удалось ни одному из генсеков, начиная с Иосифа Виссарионовича, не говоря уже о первом президенте России Борисе Ельцине, решить так называемый «жилищный вопрос». И, кстати, не только его. Если посмотреть на продажи автомобилей, то и с этим теперь все в порядке. Как-то незаметно и даже я бы сказал буднично в прошлом году в Российской Федерации наступил коммунизм. Все россияне от мала до велика живут в комфортном и просторном жилье, раскатывают на автомобилях, ездят отдыхать куда душа пожелает, хотят к Черному морю, хотят к Белому и вообще ни в чем больше не нуждаются. Удовлетворены не только базовые потребности, но и все остальные тоже. От добра добра не ищут. Вот и перестали россияне жильем да автомобилями интересоваться. Одним словом, коммунизм. Пусть не к 1980 году, как обещал Никита Сергеевич Хрущев, а на 40 с лишним лет попозже, но кто же считает. Второе объяснение менее приятного война ударила по доходам и сбережениям россиян и теперь наскрести на первоначальный взнос в состоянии гораздо меньше людей, чем раньше. Наконец, третье объяснение. В прошлом году из страны массово уезжали представители того самого среднего класса, который и предъявлял всегда основной спрос на российскую недвижимость. А для тех, кто остался, российское жилье перестало быть самым надежным и беспроигрышным способом вложения денег и улучшения собственного качества жизни. Провал рынка, который начался еще летом 2022 года и усугубился после начала мобилизации, наглядно продемонстрировал, что когда все пытаются сдать или продать жилье, оно превращается в неликвидную обузу, которая еще и требует постоянных расходов. Налоги, коммуналка, отчисления на капремонт, ну и так далее. Какое из трех предложенных объяснений звучит более убедительно, решайте сами. А у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.